что можно влиять через пятки человека что можно нарисовать на стельках обуви как быстро снять усталости стоп у нас на стопе есть такие точки это . у нас на стопе есть крепление нашей нашего сустава голени к стопе и он выражается в виде того что есть и с левой стороны и с правой стороны такие бугорки круглые которые рисовали на кедах и с левой и с правой стороны есть углубление самое глубокое над бугорком и под губа бугорком с левой стороны и над бугорком и под бугорком с правой стороны как бы внутренняя часть и внешняя на внешней части бугорок если давить с правой на правой ноге на правой стороне на внешней части если давить бугорок исчезают психические заболевания связанные с депрессии а если с левой внутренней части давить на бугорок или углубления под вот этой шишечкой то тогда наоборот у человека появляется спокойствие он засыпает вечером хорошо а есть объединенная часть если разделить стопу на ровные четыре части то центральная часть в середине стопы обозначает избавление человека от всех элементов напряжения и напрямую связано с выдуванием проблем которые связаны с нервной системой поэтому если локтем надавить на в данную часть или каким-либо твердым предметом чтобы человеку было очень больно а человек при этом не будет сопротивляться будет терпеть до момента пока у него появится под с моментом появления пота появляется сон после этого человек хорошо спит у него из исчезают панические атаки нервные эпизоды данная система не придумана мной она называется рольфинг ее можно они можно почитать в интернете вы можете перейти с удовольствием найти все вот эти моменты массажа стопы рольфинг которые разработали еще в начале по моему 20 века очень интересная такая система но что можно делать со стопой для того чтобы у человека изменилось все первое если у вас ноги пекут то опускайте их в холодную воду если ноги замерзают опускайте в горячую если ноги у вас холодно это говорит о том что ваше физическое тело очень истощилась это говорит о том что вы много работаете много приседаете и вам не хватает жиров и сна случае если у вас ноги холодна и это говорит о том что вам нужно греть и это говорит о том что у вас истощилась тоже нервная система только в другую сторону которая проявляется в том что он не хватает воды не хватает сна и у вас поднимается артериальное давление поэтому в первом случае если ноги холодные и уставшие вам меньше нужно заниматься физическими упражнениями и меньше физики больше спать и больше лежать в случае Если ноги у вас холодные, остывшие, вам нужно больше физики, меньше сладкого и полностью устранить алкоголь. Дальше, что положить себе в ножки для того, чтобы везло в жизни? Нет, не так. Нужно наоборот, обязательно для того, чтобы везло, нужно помнить, человек есть животное. А животное, как известно, ходит без обуви. Вы никогда не думали, что обувь является атовизмом человека? Да, обувь это то, что отличает людей от животных. В большинстве своем одеть обувь на какое-либо животное невозможно совершенно. То есть, как бы вы ни одевали и сколько бы животное ни привыкало, оно рано или поздно с себя это снимет. Человек же в этом случае, даже обезьяну обуть невозможно. Она постоянно пытается это все с себя стянуть, даже умная. А вот человек, он носит обувь, потому что оно согревает его и так далее. Так вот, чему я говорю? Иногда ходите по улице босиком. Таким образом вы сможете объединить себя и энергию земли. Кстати, хождение по траве является еще и хорошим компонентом для улучшения иммунитета. Массаж и так далее. Как по мне, то это действительно очень хорошо. Единственное, не застуживайтесь. Ходите по гальке, ходите летом, ходите босиком. Это полезно. Ну и что же можно положить? Для того, чтобы выйти замуж в пятницу, в 5 часов вечера, необходимо в обувь положить любой цветок. Желательно тот, который вам нравится. Или к обуви прицепить цветок, который нравится, и носить его на себе ровно с 5 до 6. А для того, чтобы очень нравится кому-то, но не выходить замуж или не жениться, чтобы появилось что-то такое приятное, то можно ароматическое масло с запахом розы, шалфея или майорана, шафрана и любых желтых или оранжевых цветов накапать на обувь или в обувь накапать. И если носить, то носить необходимо с часа до двух, для того, чтобы кому-то понравится думать при этом об этом человеке. А еще, а вы знаете, что дальше такое смешное скажу и такой ужас вообще, который, наверное, не нужно было бы говорить. А вы знаете, что если вы целый день ходите, только не смейтесь, если вы целый день ходите, у вас потеют ноги, то вечером, когда вы придете домой уставший и снимете обувь и носок, если вы его носите, и возьмете палец и поводите между пальцев, дальше самое смешное, и глубоко понюхаете тот запах пота, который образовался у вас между пальцами, то одного раза достаточно, чтобы целую неделю не заразиться никоим образом болезнями носоглотки, ангиной и не иметь лихорадки. Вот так, оказывается, это работает. Ну и то только в том случае, если ноги не болеют, потому что там могут быть микозы, грибковые заболевания. Это тоже, кстати, является магическими приемами, и я тоже, кстати, когда-то это вычитал в гримуарах старинных, старых-старых. Так я...